Белорусской нефтепереработке нужно преодолеть спад и выйти на новый уровень работы. Этого сегодня потребовал президент во Дворце независимости на совещании о стратегии развития отрасли. Александр Лукашенко отметил, что нефтепереработка – стратегическое направление для страны. Недавно сфера обеспечивала шестую часть всего белорусского экспорта, но в последние годы ее вклад в экономику снизился. Есть объективные причины. В прошлом и в начале этого года сократились поставки российской нефти, но при этом и отечественные заводы оказались не готовы к работе в новых условиях. В Мозыре и Новополоцке уже несколько лет идет модернизация. Президент подверг критике такое состояние дела и потребовал выработать детальный план действий по выводу нефтеперерабатывающих предприятий на более эффективную работу. Этот вопрос сродни независимости нашего государства. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси. В совершенственную модернизацию НПЗ вложены немалые деньги, а должной отдачи до сих пор нет. И вот главный вопрос – в чем эти просчеты? Второй вопрос – почему? Учтите, на первом месте должна быть экономика нефтепереработки, результативность ее работы. И еще хочу предупредить. Сейчас одни начнут доказывать, что все не так плохо, а если плохо, мы не виноваты, кто-то виноват. И единственный правильный путь – это вот этот путь, который провален. Другие начнут доказывать, что там масса недостатков. Это естественно. У нас многие проекты модернизации предприятий провалены. Терпеть такое положение с модернизацией, которую мы планировали завершить в определенные сроки. Я не намерен. Я сказал о том, что не дай бог, вы начнете здесь припираться у меня, как обычно бывает, пойдете отсюда без портфеля. Я вас категорически предупреждаю об этом. Мне нужен объективный анализ и доклад. Виноваты? Виноваты. В чем вина? Провалили? Провалили. В чем? Кто виноват? Причина. Все должно быть кратко, конкретно и четко. Мы должны выработать план действий по выводу нефтеперерабатывающих предприятий из существующей ситуации, плохой ситуации. Основные задачи поставлены перед руководством концерна «Белнефтихим» и новыми директорами заводов Мозыри и Новополоцки. До 2019 года нефтеперерабатывающие предприятия должны полностью завершить модернизацию оборудования. Это поручение президента. Александр Лукашенко лично примет объекты. Предприятия должны работать в режиме жесткой экономии, не допуская никакого перерасхода, вести эффективную хозяйственную деятельность, не допуская нерочительного использования, никаких видов ресурсов. Ну и само собой, быть очень ответственными в части приемки выполняемых строительных работ. Курировать работу нефтеперерабатывающей отрасли поручен Александру Косинцу. На этой неделе он назначен помощником президента и теперь отвечает за реализацию стратегических для стран и проектов.